Многих трагедий можно было бы избежать, если бы жертвы бытового насилия не прощали своих обидчиков, говорят полицейские. Каждое третье дело закрывают по примирению сторон. Гульнара Хасан подробнее. В центре временного проживания Жанна находится почти полмесяца. Здесь она нашла убежище от супруга-тирана. По словам женщины, уйти от мужа она решилась после нескольких лет побоев. Денег в семье не хватало. Я устроилась санитаркой. Детям была необходима одежда. Но муж и его мама постоянно требовали с меня всю зарплату. Если отказывалась отдавать, муж жестоко избивал меня. Ее история такая же, как и у сотен других жертв бытового насилия. Алматинка Кристина – бывшая супруга шоумена. Казалось бы, внешне счастливый брак. Двое детей, совместная работа в одной вокальной группе. Никто и не подозревал, что женщину жестоко избивает муж. Я долгое время, на протяжении двух лет терпела избиение мужа. Я была послушной женой, что я ничего не требовала от него. Я прощала все его измены, гулянки. Мне хотелось, чтобы у детей была полная семья. Папа, мама. И я не показывала на людях, что что-то плохо. Склонность к тирании имеют 26% людей, говорит психолог Серегуль Салии. И если в детстве в воспитании таких детей допускали жестокость, в будущем она проявится в их семьях. Мужчины склонны избивать супругу, а женщины – детей. В насилии в семье отчасти виноваты оба супруга. Женщина, которая чувствует себя жертвой, подсознательно будет тирана. Для нее терпеть побои и унижения – это своего рода проявлять силу. Сценарий жизни женщины. Ее роль – быть жертвой. С начала года в столице зарегистрировали около 900 дел в отношении дебоширов. До суда доходит лишь треть. Женщины зачастую сами забирают заявления. Причина тому – давление родственников и страх остаться на улице с детьми. В сложных ситуациях помогают общественные фонды. Анна Рыль – правозащитница. Именно к ней обращаются, когда идти больше некуда. В год только в столичном филиале принимает до 600 пострадавших. Каждая пятая – жертва бытового насилия. У нас фактически нет профилактических работ. Мы лечим саму болезнь, мы не лечим причину. У нас должны быть, скажем так, большие профилактические работы в этой области. Они должны быть направлены на мужчин. Мы должны перестать воспитывать девочек. Мы уже воспитали целое поколение тихих. То есть если мужчина не может себя контролировать, физически может ударить другого человека, соответственно, это физическое насилие может быть припределено к детям. То есть, соответственно, мужчины должны понимать, что в будущем дети не смогут с ним проживать. Это раз. Второе. Если зарегистрирован факт физического насилия в отношении женщины, человек должен получать наказание. Не должно быть такого понятия, как примирение, прощение. Именно факты примирения супругов, а также невозможность выселить дебошира из дома, если у него нет альтернативного жилья, подвергают жертву риску. Исключение этих мер позволит усилить ответственность виновных, считают в МВД. По поручению президента страны Касамжумарта Тукаева, такая работа уже ведется.